Всем привет! Сегодня у нас время истории, и я хочу еще сказать, что у меня всегда в инфобоксе под видео моя почта указана, вы куда можете присылать свои истории. Я жду от вас истории позитивной, вашей любви с вашими мужьями и партнями-турками. Интересная история, как они у вас, интересно, развивались и закончились. Позитивные истории нам тоже нужны. Давайте приступим. Девушка хочет сегодня, чтобы ее история стала примером каким-то для других, кто может оказаться в подобной ситуации. Очень хочу поделиться с историей, чтобы наконец отпустить все, и чтобы на основе моей истории другие сделали для себя какие-то выводы. Меня зовут Даша, я из Белоруссии, мне 24 года. Как мне говорят, внешность у меня модельная, я высокая, стройная, натуральная блондинка с темно-зелеными глазами. Я человек не избалованной, росла в строгости, хоть и в достаточно обеспеченной семье, но с 17 лет старалась у родителей ничего не просить, и в отношениях я не профи, конечно, и даже немного зажата, у меня был один парень до того, о ком пойдет речь. Два года назад мне написал мой будущий уже бывший парень-турок в Инстаграме. Общались мы на английском, он симпатичный, старше меня на 8 лет, но такой в тренде, сладенькая внешность, работает инженером в очень известной турецкой и в мире компании в Анкаре. Это, правда, он познакомил меня с его коллегами. В начале я не хотела отвечать, думала иностранец в поисках веселого времяпрепровождения, но потом что-то дернула и ответила. Мы начали общаться, я была очень рада его вниманию, через месяц мы договорились встретиться в Киеве. О билетах речи не стояло, я и сама не хотела ничему быть обязанной, и мне было тогда 22 года, я была на распределении, платили мне чисто прожиточный минимум, благо я жила с родителями. Мы встретились, друг другу очень понравились, сразу гуляли, радовались жизни. Потом договорились встретиться опять уже в Одессе. Как вы понимаете, я платила за себя, копила на билеты, я даже не задумывалась о том, чтобы спросить у него помощи тогда, и я не воспринимала все серьезно. Тогда появились впервые какие-то недопонимания. У него было много женщин в Инстаграме, я не понимала, кто они, зачем они ему, если он так пышется, доказывает, что я ему больше всех на свете нужна, нравлюсь и что он влюблен. Я ревнивая немного, если вижу повод. Поводов для меня было скорее не наличие этих женщин, а то, что он даже отказывался говорить, кто это такие. Частенько возникали из-за этого ссоры. Причем я старалась спокойно объяснить свою позицию, и с доводами он сразу же взрывался. Так во всех ссорах по разным поводам. Он обвинял меня в недоверии, в том, как я говорила, что доверие нужно заслужить. Но мы мирились и на время успокаивались. Немножечко от себя целочку сделал девочке. Это типичное поведение, навешивание чувства вины, когда человек виновен, и он не хочет поднимать тему и начинает отвечать агрессией. Лучшая защита нападения. Он приезжал ко мне на день рождения. Мы тоже немного повздорили, потому что мы поднимались по лестнице. Он просто откровенно пялился на попу девушки. Не так, как обычно парни мазнули взглядом, а прямо конкретно. Ладно, забыли, помирились. Но после этого случая я уже начала комплексовать по поводу своей фигуры и внешности. Настало время нового 2019 года, и договорились, что я прилечу к нему. Я взяла 20 дней отпуска и в конце декабря полетела к нему. Сразу говорю, из Минска лететь очень долго. Я попросила его помощи. Он согласился оплатить половину билета, а я приеду и отдам ему половину. Я согласилась. Прилетела, отдала деньги. Мы встретили Новый год вместе. Я ему подарила подарки. Он мне ничего. Ну ладно, мало ли у них там не принято. Мы съездили в Стамбул к его родителям, в Самсунг, где меня очень радужно приняли. Я первая девушка, у которой он познакомился с родителями, потому что его родители сказали мне приводить в дом девушку, если не собираешься на ней жениться. У него замечательные родители, любящие, до сих пор со мной поддерживают связь. Мама до сих пор надеется, что он одумается, и мы помиримся. И, честно говоря, его мама часто была на моей стороне, и меня подбадривало в последние месяцы наших отношений. Они называли меня ангелом, показывали всем родственникам и соседям, очень радовались за сына, мечтали нас женить. После этого мы ездили во Львов, опять в Стамбул к родителям, и в августе я закончила с распределением. И, о чудо, он сам купил мне билеты, когда я сказала, что никак не могу купить, потому что я только-только нашла новую хорошую работу. Мы съездили опять к его родителям в Бодрум, все было хорошо. Но временами были ссоры. Из-за того, что он не выставлял фотографии со мной в соцсети, никто из его многочисленных дам в Инстаграме не знал обо мне. Например, были ссоры, что он решил, куда мы пойдем, и что сколько нам есть. Меня это немного напрягало, что раз он платит, то он и решает. Я иногда высказывала ему это и говорила, что я заплачу, но буду сама решать, что есть и где, и что, собственно, делать. Он обижался, мол, я его считаю жмотом, но с этим ничего не делал. Если мне надо было что-то для себя или какие-то мелочные сувениры друзьям, то я шла в обменник, а потом покупала сама. То есть типичный жмот, и опять же, навешивал на вас чувство вины. Ни о каких подарках, цветах, мелочах и так далее вообще речи не шло. Только на день рождения подарки и не дороже той суммы, на которую покупала я ему. Он зарабатывает в 5-6 раз больше меня. Меня не особо это прям волновало, но просто хотелось, чтобы минимально проявление какое-то внимания было таким образом. Не важно, пусть хоть ромашку сорвет, но я буду знать, что он обо мне думает. Я мало придавала этому значения и ценила его просто потому, что он есть. Позже начинала проецировать происходящее на будущее и немного пугалась перспективы. Ведь я бы не смогла работать первое время, зависела бы от него, если мне бы пришлось выпрашивать деньги какие-то, на средства личной гигиены, наверное. Это меня очень расстраивало. Ведь в моей семье иначе. Мама, как родила сестру, не работала и растила меня сестру. Отец обеспечивал всю семью. И никогда даже в тяжелые времена он ни разу не требовал ни отчетов о расходах, ни уж тем более мама не просила у него денег каких-то. Все всегда шло в семейный бюджет. Да и я бы тоже хотела работать и не зависеть так сильно от него. Но ведь мало ли что может случиться. А еще хочу добавить, что мы встречались каждые три месяца, а в перерывах созванись почти каждый день. Но на 15 минут лишь, когда я просила больше, он соглашался редко. Ведь ему надо было рано вставать на работу, если он не встречается с друзьями. А если встречался с друзьями, мы не разговаривали в этот день совсем. Он тусил с друзьями до поздней ночи, и работа помехой для него не была. Мне этого было мало. Старалась держаться и быть понимающей. Но мы стали ссориться из-за недостатка внимания, из-за расстояния. Он всегда все время наезжал на меня, что я не даю ему побыть с друзьями, и что он все время боится. Не психану ли я? Самое обидное, что дело не в друзьях, а я только за, чтобы он виделся. Но когда, пусть мне уделяет тоже внимание такое же, как и друзья, я просила его сказать, когда мы уже будем вместе. Или будем эмоционально, уже я не выдерживала. Он меня кормил завтраками, просил верить им. Я старалась, но мы даже не строили планов никаких вообще. Мне тоже надо решать, как дальше жить. Первый раз он меня бросил по этой причине. Дело было в январе этого года. Мне предложили хорошую работу. Это был контракт минимум на год. Я спросила у него, какие у нас планы, будем ли мы вместе. Он сказал, что боится брать на себя ответственность за меня, что, мол, разрушит мою карьеру, что он не знает, когда мы сможем быть вместе, что мне придется ждать непонятно сколько. Кстати, вот вам впрямую человек вам сказал, что не хочет брать ответственность, а вы его, собственно, с него ждали ответственности. Вам вот такой звоночник, что человек вам открыто говорил, что он не готов. 32 года человеку, уже все родственники его говорили о нашей будущей свадьбе и так далее. Но параллельно клялся в большой любви ко мне. Через неделю мы помирились, решили обсудить все лично, запланировали поездку в Рим. В марте я купила билеты. И в начале марта из-за ситуации с вирусом мне аннулировали билеты. Он предложил мне поехать к нему за эти деньги, плюс доплатить. Но у меня они оказались очень нужны, как не кстати, так как я купила дорогое оборудование и осталась совсем одна без всякой поддержки с чьей-либо стороны. Родители уехали в другую страну из-за карантина и не могут вернуться. Так вот, он меня бросил из-за билетов. Я надеялась на его помощь, и он в ответ назвал меня меркантельной, стремящейся к богатой жизни девушки. Сказал, что мне нужен папик, и что он столько для меня сделал, а я не ценю этого. Сказал, что для него любовь – это не ментальные, а не материальные вещи, а нечто большее. Говорил, что он и так платит за учебу сестры в университете. Раньше он мне этого не говорил. Что копит на жилье, на будущее. Такое чувство, что меня ни на что копить, конечно, тоже не надо. Ну и на то, что я ответила, мол, ну, надеюсь, после того, как ты меня бросил, тебе станет легче финансово. Сказать, что я офигела – ничего не сказать. Я у него никогда ничего не просила, кроме как помощь с билетами, и то пару раз. Всегда дарила ему подарки, не соответствующие моей ЗП. Привозила его родственникам и друзьям сувениры. Я никогда не требовала ничего взамен. И после всего я начала переживать, неужели я действительно такая меркантильная, неужели я действительно его не ценю, я до сих пор не могу разобраться в этой ситуации. Мои родители, особенно отец и сестра, друзья все обрадовали, что он меня бросил. Говорят, что я достойна лучшего своей внешностью, с характером, с образованием, но я по-прежнему отпустить не могу, загоняясь сильно и виню себя во всем. Я не желала комплексовать из-за своей внешности очень медленно карьерного роста и так далее. Ищу причины, из-за чего меня выкинули, как ненужный мусор. Я не могу поверить, что человек, который сильно любил, так просто может отказаться от другого. Письмо очень, конечно, скомканное, наверное, просто очень сложно собрать все события и мысли в одно целое. Сейчас я в отношениях с другим мужчиной, у нас разница в возрасте всего 3 года. Человек с меня пылинки сдувает и очень любит. А я же в свою очередь испытываю к нему очень сильную симпатию, рядом с ним хорошо, спокойно. Но продолжая любить бывшего, это очень важно. Никто никогда так сильно не любил, как его. Я не знаю, что теперь делать и как вылезти из этой ямы страданий и сожаления бывших. Потому что головой-то я понимаю, что и слезинки мои не стоят. А вот сердцу не прикажешь. В соцсетях мы уже друг друга, в соцсетях у друг друга мы есть. Он смотрит мои фотографии. Когда была, бываю онлайн, друзьям и родителям не рассказывал о нашем расставании. Они узнали от меня. После он им рассказал причину расставания. Мол, расстались из-за расстояния. Я постоянно жду, когда он напишет, пощу красивые фотографии, чтобы обратил внимание, кого потерял. Детский сад знаю. Но прямо нуждаюсь в чувствии его присутствия в моей жизни. Он мне почти каждую ночь снится и каждую ночь бросает. Я не могу его удалить, что когда это сделает он. Все очень просто. Вас не отпускает, потому что у вас... Вы невротик. У вас невротические были отношения. Мужчина, который рядом сейчас с вами, он может быть вообще идеальным, может быть Киану Ривсом, Томом Крузом, кем угодно, он вам не нужен. Потому что вы застряли. Это вообще проблема застревания, развития ребенка, анальной стадии в районе трех лет где-то. У вас какой-то, может быть, стресс был, расставание какое-то. У родителей, может, что-то в отношениях неладно было. Что-то с этим связано в вашем прошлом. Поэтому вы застряли. Далее. По поводу этого парня. Все очень просто. У вас невроз, вы невротика, вам нужны невротические отношения. Вы страдаете, и вы, как говорите, я не понимаю кайфа. Кайф в том, что вот вы по нему страдаете. Вот этих эмоций. Я хочу любить. То есть у вас в голове страдание равно любовь. Любовь равно страдание, переживание. Вот это настоящая любовь. Но это не так. Он вас не любил. Он бы вас и не полюбил, потому что на такие больные, нездоровые отношения вы бы сами были готовы, вы к этому сподвигали. Вы просто нашли того человека, который обслуживал ваш вот этот невроз. Про него, почему, что он поступал, вообще говорить не нужно. Проблема у вас, вам сейчас плохо. Хочу отметить, что в конце письма было вот такое вот пространство огромное, написанное такой столбец. Я была, вы перечисляли свои позитивные, положительные качества. Я там тратила сама деньги на билеты. Ничего с него не спрашиваю. Тра-та-та-та-та-та-та. Вы это себе пишете как в заслуги. Я вам скажу, это ваши минусы, потому что вы все это делали. Это привело к этим отношениям. То есть, если бы вы просили деньги, говорили о финансах открыто, этого бы не было. Все эти пункты, это не ваши заслуги и плюсы. Я такая хорошая с ним была. Это огромные минусы. Вы так поступали. Если бы вы так не делали, он бы так себя не вел, и так бы ситуация не закончилась. Но это не минус того, что вот я это чувство вины, я вот виновата, что я так делала. Вы так делали, потому что вы обслуживали свой невроз. Вам это хотелось так делать, вам это было нужно. При раскладе с нормальным отношением, с нормальным мужчиной, эти бы пункты были действительно плюсами, как вот по здоровой логике, как вы написали. Но когда вы нашли тоже невротика парня, который не готов брать ответственность, ничего он не хотел. Его родня хотела женить, а он не готов. Он еще мальчик, поэтому у него дофига девчонок, всяких общения, деньги он не готов тратить. Он пацан, ему не 33, там 32 года, а ему все еще 20. Вот здесь не готова еще ничего. Его родня думает, да, поэтому они к вам были так благосклонно настроены его куда-то пристроить, хорошая такая девочка. Внутри он сам не готов, это его личная проблема. И ваш невроз наложился на его проблемы, поэтому у вас вот этот союз продержался, протерпелся, и вы прострадали в нем. Вы друг другу для чего-то были нужны. Ему для ощущения прикрытости перед родственниками, типа я нормальный, у меня нормальные отношения, постоянная девочка, скоро женюсь, отстаньте от меня, у вас другая проблема. Я честно скажу, вы хорошо описали все хорошо в семье, я сомневаюсь, что все хорошо на самом деле, понимаете? Дети, маленькие, там ничего не сознающие, там до школьного возраста, когда в отношениях проблемы у родителей, они это чувствуют. Они могут не видеть конфликты, они могут не знать там о изменах или еще каких-то проблемах, но они чувствуют происходящее. Родители могут при них не ругаться, но напряженку общую в семье они чувствуют, они считывают энергетические, эмоциональности у своих родителей. У вас идеально хороший, конечно, образ родителей, но мне кажется, если в этом образе покопаться, найдется проблема, причина вашего невроза. Невроз в том, что вы тяжело расстаете с людьми, вас либо в детстве оставляли бабушки, либо вам не хватало с детства любви, заботы от своих родителей в районе 3-4 лет. 2-3-4 лет. Либо у родителей был кризис, либо кто-то кому-то изменял, либо семья была на грани развода, либо какой-то у вас стресс другой был в этом возрастном периоде. У вас оттуда растут ноги. Вам сейчас плохо, вы не знаете, вот мужчина, который у вас сейчас, вам с ним хорошо, он поднимает вам самооценку, пусть он будет, вы рано или поздно с ним разойдетесь, не надо с ним, если вы чувствуете, что вы его все-таки по-настоящему не любите, потом вот, он сейчас вам нужен, это как ваша таблеточка, чтобы совсем не уйти в себя и не впасть в депрессию. Со временем он от вас отойдет, вы поймете, что вы разные, он поймет, что вы не такая, как ему нужна девушка, вы любите другого человека, но я хочу сказать, что бывшего, вот это не любовь, бывший вам не нужен, вы знаете, что он плохой, это не любовь, это ваше незаконченное отношение, это ваш невроз, невроз, вы любите свой невроз, а не его, вот эти эмоции и страдания, это тот кайф, который он вам давал. Вам нужно обязательно, девочка, вы работаете, сейчас тяжелая ситуация, родители ваши вернутся, восстановится вся ситуация по кризису, всему прочему в мире, обязательно идите, пожалуйста, к психологу, вам нужно проработать, вот придете к психологу, ваш запрос, я невротик, у меня невроз, про отношения, рассказывайте, как вы их не можете отпустить, второе, вы прорабатываете родителей, и в частности, ваш контакт с вашим папой, в этом, вот кажется, все, многие приходят, когда на консультацию, думают, о, у меня все хорошо, идеальная семья, начнешь в этом копаться, ничего идеального не было, у ребенка образ, который пытаются создать родители, идеальная, например, семья, но если ты смотришь, то его где-то сравнивали с сестрой, с братом, с соседским, там другом каким-то, еще с родственником каким-то, это низкая самооценка, да, папой с мамой все было хорошо, но он иногда там погуливал, или попивал, или уходил из дома, или они были на грани развода, папа там появилась в старой семье, вот эти даже моменты, но они же все равно вместе, у нас все хорошо, но надо отслеживать кризисы ваши семейные, что у вас там у родителей, какие проблемы были, либо эти страхи, проблемы, это с детства, с вашего, у вас вы так вы залипли в эти отношения, я вам больше скажу, если вы сейчас это не проработаете, не переживаете психологом, ну, либо самостоятельно, это просто нереально сделать, это очень трудно, вы к этому морально сейчас, на грани такой депрессии, вы не готовы к этому самостоятельно за это браться, вы не сможете, скорее всего, вам нужна помощь просто, да, чтобы мозги на место поставить, побеседовать об этом, это двух-трех консультаций время минимум, смотря какого специалиста вы найдете, это не так быстро все будет, потому что есть какие-то поверхностные проблемы, когда приходит психолог в одной консультации, честно, достаточно, еще все просто, либо какое-то зернышко загладывается, две консультации может быть, но, ну, то подольше надо походить, три-четыре раза может быть, если вы сейчас располагаете средствами материальными, вот в такой кризисный период в мире и стране, начните сейчас консультирование психологам, найдите онлайн, по интернету, если у вас есть средства, начните сейчас, не откладывайте, потому что вам сейчас плохо, вам сейчас надо подать психологу в руки, это тот момент, когда вам сейчас хорошо можно помочь, у вас это все еще рано открытое, здесь очень хорошо можно покопаться, вы будете открыты, вы стремитесь к этой работе, вы мне письмо написали, я хочу, чтобы мне дали совет, ваш крик, помогите мне, обратитесь, пожалуйста, к психологу, пусть вам помогут, надо это просто пережить и найти причину, почему это произошло, я сразу говорю, это не любовь к нему, вы когда все переживете, вообще будете смеяться и думать, как я вообще могла в этого человека любить и что-то от него хотеть, вообще ужас какой он убогий, какое ужасное отношение ко мне было и все прочее, это просто надо в этом покопаться, я вам желаю, пожалуйста, обратите на это внимание, если вы это забросите и вот переключите на отношения, потихонечку рано затянется, типа вы его забыли, вы просто потом найдете такого же еще раз, надо эту просто цепочку разорвать, вот и все, это ничего сложного, трудного нет, вам можно помочь, все в порядке будет, но просто в рамках консультации это надо делать, я просто в видео не могу вам все рассказать, вот разложить, но ковыряться нужно однозначно в этой ситуации, ничего там страшного нет, поверьте, так живет очень много, процент людей, женщин, 70 так страдают, живут 80, наверное, у нас невротиков, вы не одна, но просто не все знают, что они могут это вылечить, если так можно сказать, вылечить эту проблему и не повторять своих ошибок в будущем, вот и все, ничего я вам и желаю, пожалуйста, жду ваших комментариев, что вы девочке напишите, может поддержите ее, спасибо за ваши комментарии, за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока.